У меня есть для вас откровение. Не унывай. Скажи своему соседу, не унывай. Тема моей проповеди, не унывай. Ты не можешь контролировать то, что у тебя есть. Слушай внимательно. Но ты можешь контролировать свое состояние и свой дух. И в духе нет уныния. Не унывай. Ты не можешь контролировать проблемы, которые вокруг. И Библия говорит, что я не могу это сделать, но я могу контролировать себя. Я должен понять, что не унывай. В своей ситуации, которую ты сегодня, сейчас проходишь, ты не должен унывать. Есть сильное откровение. Давайте откроем. Это Галатам. Оно чуть-чуть к служителям, но я хочу, чтобы вы услышали то, что я хочу сказать. Потому что я буду с этого места проповедовать. Галатам 6 глава. С 9 стиха. Делая добро, да, не унываем. Часто в нашей жизни мы делаем много добра. Мы стараемся делать другим людям. Мы делаем для того, чтобы это действовало. Мы действуем в определенных откровениях. И вы знаете, что делает уныние? Уныние, оно начинает нас контролировать, нашу ситуацию. Оно контролирует нашу жизнь. Для того, чтобы ты дальше не мог двигаться. Но больше того, я хочу тебе сказать, чтобы ты не получил то благословение. Уныние не дает тебе получить благословение дальше. Ты смотришь на свою семью. Ты смотришь на свою жизнь. И ты говоришь, о, это уже невозможно. Ты опускаешь руки, и у тебя приходит слабость. Поэтому и Иисусу нужен был Моисей и Илья. Чтобы они поддерживали его в тот момент, когда ему сложно. Вы помните, в Гефсиманском саду его поддерживали ангелы? Там не было Моисея. Там не было Ильи. Там были ангелы. Но ангелы для чего нужны были? Для того, чтобы укрепить его, подкрепить его в том, что он должен сам пройти. И есть вещи, которые ты должен сам пройти. Но тебе надо общаться с теми людьми, которые прошли уже через что-то. И которые идут в духе. Некоторые живут такими фантазиями. Они общаются с людьми, которые ничего не проходили в своей жизни. И думают, что можно что-то достичь. Как-то мне Бог сказал, что отойди от некоторых в своей жизни. Потому что мне приятно. Мне приятно было просто общаться, говорить о Слове Божьем, Библию, читать, изучать. Но мне не хотелось служить. Мне не хотелось сделать определенные действия. Ездить, поступать по откровению. И когда я понимал, что я варюсь вместе с ними в том же, что они варятся. Они ничего не делают. И я ничего не делаю. Я понял, что мне надо оставить что-то. В своей жизни я должен оставить что-то для того, чтобы принять благословение. И вы знаете, самое интересное. Часто Иисус оставлял учеников. И очень много раз Он оставлял. Он брал с собой троих. Он как-то оставался один. Он молился. Он приходил в присутствие Божие только для того, чтобы это уныние не постигло Его. Потому что в этом мире уныние подстерегает каждого человека. Независимо от того, ты сильный или не сильный. Мужчина или женщина. Уныние может прийти. И смотрите внимательно. Мне нравится. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Он обадривает нас. Подбадривает. Потому что то, что в свое время оно придет. Он обещает. Есть свое время. У Бога на всякое дело есть свое время. В свое время. И там интересная фраза. Если. Слушай внимательно, что делает уныние с тобой. Унылый дух сушит кости. Он ослабевает тебя. Послушай внимательно. Если ты будешь унывать и будешь с унылым человеком. Ты знаешь, для чего он пришел к тебе? Ты знаешь, зачем он пришел? Чтоб ты стал слабым. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Унылый дух. Он сушит кости. Как приятно общаться с теми людьми, которые говорят все возможно верующему. Бог тот, который может все. Бог несравненно больше, чем я могу себе представить. Я не могу, но я не унываю. У меня болеет. Кто-то болеет сегодня, но он не унывает. Посмотрите внимательно. Есть женщина, которая не унывала в своей жизни. Она сказала в своем разуме. Она сказала в своем сердце. Только коснусь краевой одежды. Если бы она уныла, она ослабела. Послушайте внимательно. Что ослабевает тебя, так это уныние. И некоторые сегодня приходят в твою жизнь только чтобы ослабить тебя. Не сделать тебя сильным. О! Послушай внимательно. С некоторыми перестань общаться о том, что они говорят. Нет, это не значит, потому что тебе придется уйти и развестись. Или я не говорю об этом. Нельзя разводиться. Грех. Но перестань с ней обсуждать это и то. Скажи ей, я верю, что мой Бог всемогущий. Противостань этому. Библия говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит. Вы знаете, что делает дьявол в твоей жизни? Он натаскивает тебя. Он дает тебе ношу, которую ты не можешь вынести. Когда Бог дает тебе ношу, он говорит, иго мое благо. Бремя мое легко. Все возможно верующему. Не оставлю тебя, не покину тебя. Уныние, оно приводит нас. Мы заменили это слово депрессией. Я под депрессией нахожусь. Так выйди. Потому что не унывай, потому что не пожнешь. Если ты на что-то надеялся в своей жизни, ты не получишь этого, потому что ты уже бессилен. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а более в своем поверье. Если не ослабеешь, пожнешь. Смотри вокруг себя. Брат, сестра, улыбнись Ему. Что я добро могу сделать? Какое добро я могу сделать? Вы знаете, есть то доброе, что Бог дал мне, Он дал веру. А? Аминь? Что я могу сотворить в человеке, чтобы у него ушло уныние, но пришла сила? Я творю веру. Через что? Через свое материальное, духовное, душевное. И то, что я делаю, я всем должен творить веру. Потому что некоторые думают, что они помогут унывающему человеку, дадут десяточку, или двадцаточку, или тридцать. И он успокоится. Послушай внимательно. Он потратит эти деньги и будет снова унывать. Но если ты дашь Ему что-то, гораздо больше, веру, надежду, откровение, Он скажет, Господь обо мне позаботился. И когда у Него не станет, Он скажет в своем сердце, Он позаботится обо мне, даже тогда, когда у меня ничего не будет. Вы понимаете, о чем я говорю? Вера приходит от тех людей, которые могут давать веру. Я не люблю тех людей, которые дают по нужде. Потому что когда вы дадите мне по нужде, я снова буду нуждаться. Дайте мне по вере, потому что если ты дашь мне по вере, я буду веровать, и когда у меня не станет. Это откровение, которое Бог мне дал. Это откровение, которое Бог мне дал. Внимательно, благословляй своего соседа верой. Смотрите, я хотел много мест в Писании, так записал себе. Знаете, что такое грустить? Это падать духом, не находить утешения, быть робким, терять бодрость. Просто терять бодрость. Бодрость духа. Слушай внимательно. Что я делаю, чтобы взбодриться? Иисус ходил молиться. Кто-то читает Библию. Послушайте, я не читаю на ночь Библию. Я когда получаю откровение, я не могу заснуть. Оно меня так взбадривает. Я понял, что надо его читать с утра. Тогда на весь день хватит. Потому что ночью не спится. Ты взбадривайся лучше, чем от кофе. И кофе уже не нужно. И смотрите, когда ты имеешь откровение, ты ходишь этим откровением, взбадриваешься. Ты бодр от того, что получил от него слово. Что тебя подзадоривает? Что тебе дает силу? А, вы знаете, я знаю, что люди по-разному относятся к своему благословению. Когда у него есть возможности и финансы, он бодр. У него все хорошо. На распашку все. Вы видели таких? Сами такие, наверное. Как только у него ничего нет. И куда-то все теряется. Иисус родился в хлеву. Спал неизвестно где. Жил. И вы знаете, у меня есть откровение. Когда я прихожу к нему, он мне говорит, слушай, я прошел это. И ты пройдешь. Он обадривает тебя тем, что он прошел. У тебя получится, потому что я всем владея владел. Вы знаете, некоторые сегодня не видят этого. Но вера твоя, она творит чудеса. Поэтому в 12 главе римлянам написано, взирая на начальника и совершителя веры вашей, проводите путь странствования. Когда я прохожу через определенные этапы в своей жизни. А где это место? Евреям, 12 глава, 1. А я сказал, что? А, Евреям, 12 глава, 1 стих. Откройте. Чтоб я не открывал. Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетеля. Сверлим себя всякое бремя, запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Дальше. Взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Дальше интересно. И воссел. Одесную престола. Слушай внимательно. Послушайте. Я прихожу к Богу непросто. У меня есть внутреннее откровение, что я имею и что я принял от Бога. У меня есть внутреннее откровение, что Бог дал мою жизнь. И это откровение Он принес через Его Слово, когда Он сказал, проговорил в мою жизнь. Но когда это происходит? Скажи, в молитве. Когда Он взывает к тебе эта молитва, это когда ты начинаешь нуждаться в Нем, и Он дает тебе Слово. И вы знаете, самое интересное, Бог проверяет тебя, что ты будешь с этим Словом делать. Иди. И вы знаете, некоторые, получив Слово, они не понимают, что они приобрели все для себя. Принявшие Иисуса Христа. Слушайте. Принявшие Иисуса Христа приобрели все. Мы сегодня будем проводить крещение. И люди крещаемые, они крестятся, знаете, в кого? В Иисуса Христа. Чтобы прийти к Богу и сказать, я прихожу к тебе, Боже, от имени Иисуса Христа, и прошу у тебя, Боже, дай мне то, в чем я. Он теперь имеет право, потому что Он в Иисусе Христе. Вот почему важно крещение. Вот почему я могу говорить об этом. Бог отвечает всем. Бог молит, Бог может дать и злым, и добрым, но я имею право приходить уже с верой, потому что я облегся во Христа Иисуса, крестившись во Христа Иисуса. Я в смерть Его крестился. Я погребен с Ним. И прихожу я во имя Иисуса Христа. Отец, я пришел от Него, ты знаешь, ты Его послал для меня, чтобы я имел веру, бодрость, откровение, силу. дай мне это. Я хочу, чтобы ты обадривал меня. Я хочу, чтобы ты сказал, и я буду иметь. И вы знаете, Исайя 30, 40 глава, 30 стих. Исайя, давайте откроем быстренько, хорошо. Утомляются юноши. Не открыла еще. Исайя 40, 40, 30. Утомляются юноши, ослабевают, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Смотрите внимательно. Если Бог не дает тебе уныния, а дает тебе силу пройти через трудности, то если ты унываешь, значит, твое общение с кем-то другим, надеющиеся на Господа. Вы знаете, есть люди, которые надеются на людей, и ты унываешь, и мне вожаль, потому что Библия говорит, проклят всякий, надеющийся на человека. Надежда на человека, даже на своего, родного и близкого, она ослабевает тебя. Вы знаете, я надеялась, что он будет таким, я надеялся, что она будет таким, но они, послушай внимательно, когда ты выходил замуж или женился, что в твоей жизни было самым главным? Надежда на Бога или надежда на то, что этот человек тот? Ты надеялся на человека или на Бога? Тогда, послушай внимательно, если на Бога, тогда обнови силе, и ты пройдешь эту трудность. Потому что некоторые не проходят трудности, они разводятся, они не могут пройти трудности, они не хотят меняться. Знаете, приходишь домой, жена такая, жизнь не удалась, и она расцветает только, когда видит того, которого она надеется на других мужчин. Это плохо, это ужасно. Почему это может быть? По какой причине? Потому что ты соединил брак и соединился в браке с одним человеком, и ты для него уже живешь. Рассветаешь для него, цветешь для него, благоухаешь. О, муж приходит домой, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это ужасно. С таким тяжело жить. С ним невозможно находиться в одном доме. Он всем недоволен. Вы понимаете, о чем я говорю? Но когда ты приходишь в благословенное, вы соединились в Боге, и вы имеете надежду в Нем. Библия говорит, обновятся в силе, независимо от возраста. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся в любом возрасте. Вы понимаете меня? Это для всякого времени. Бог желает, чтобы ты перестал унывать в своей жизни и свою ситуацию не ставил, как безнадежную. Безнадежная была на кресте. Взирая на начальника и совершителя веры вашей, вот эта безнадежная ситуация воскресила Иисуса Христа из мертвых. Если она Его воскресила, то и я воскресну, то и моя ситуация изменит, полностью изменится. Мой брак, который рушится, моя семья, которая уже не семья, если ты прошел через это, то я тебе скажу, не унывай. Взирая на начальника и совершителя веры вашей, проходите путь странствования вашего. Если ты проходишь через это, ты знаешь, что Иисус Христос это тот, кто прошел через все, он выведет тебя, он проведет тебя, он тот, который путеводитель, ты вообще в нем спрятан. Если ты спрятан в нем, то тебе чего унывать? Унывать надо было до того, уже все, поздно. Хорошо. Давайте еще откроем. Филиппийцам 4.13. Хотел много мест прочитать. скажи своему соседу не унываю. Филиппийцам огору. Филиппийцам Не то. Ну ладно. Хорошо, про чем это? Братья, не почитаю себя достигшим. Те страдания, которые были у Павла, просто меня удивляют. Он говорит, я еще не достиг Иисуса Христа. А только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели. Что дает тебе не унывать в твоих тяжелых ситуациях? Стремлюсь к цели. Какая у нас цель? Вы знаете, у Павла была цель не просто исполнить волю Божью, а достигнуть Иисуса Христа. Достигнуть того, что он достиг. Его, всех тех благословений. Послушай внимательно. Столько, сколько послужил Павел, не послужил никто. Потому что он правильную цель поставил себе. Когда ты ставишь неправильную цель, Бог будет корректировать тебя в процессе. Каждый раз Он будет корректировать тебя, пока ты не выйдешь на эту цель. Смотрите, но Павел правильно поставил цель. И он не унывал, когда было ему тяжело. Когда ему было сложно. Он как-то сказал даже, могу жить в скудости, могу жить в изобилии. Вообще для меня жизнь ничто. Смерть приобретения. Он вообще не жил на этой земле по каким-то причинам. Потому что у него была цель дойти до Иисуса Христа. Достигнуть Иисуса Христа. И Иисус говорит, мое царство не от этого мира. И Павел говорит, мое царство с Иисусом Христом. Цель моя достижение его. Вы знаете, я не говорю о том, что тебе нужно пройти через определенное страдание. Но если ты поставишь правильную цель, у тебя будет правильное служение. Потому что не цель является служение. И служение не должно быть целью. Потому что некоторые поставили служение за цель. А у нас должна быть цель Иисус Христос. И смотрите, стремлюсь к цели, к почести. Мне нравится почесть. Почесть это то, что тебе приносят. То, что тебя благословляет. Вы знаете, пожнем, если правильная цель. Но главное не ослабеть. Вы знаете, бывало и у него же приходила слабость. И помните, когда ему было тяжело, ангел сатаны удручал меня. Он говорит, я трижды молился. Ему было тяжело. Он проходил через тяжелые обстоятельства в своей жизни. Но правильная цель, она выводила его. И знаете, что Бог говорил? Довольность тебя. Ты можешь пройти через это. О, нет, подождите, стоп, стоп, стоп. Неправильно звучит. Смотрите внимательно. Ты можешь это не замечать. Потому что ангел сатаны, он на этой земле. Он будет всегда удручать тебя. Он будет всегда тебе приносить зло. Он будет всегда нести тебе какую-то гадость. Ересь или еще что-то. И ты будешь всегда проходить через определенные трудности в своей жизни. Тебе всегда будет тяжело. Но ты имеешь благодать. Пройти через все. Это. У тебя есть благодать пройти через все. Скажи, я имею благодать. Аллилуйя. Мы все имеем. Звание Божие во Христе Иисусе. И смотрите, я еще одно место прочту, потому что мне нравится это. Это я прочту точно. Тоже Евреям, 12 глава. Надо поменять тех людей, советников, которые с тобой разговаривают. И вторая часть, я хочу, чтобы ты услышал, помыслите. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание о грешников, чтобы вам не изнемочь. То есть не ослабеть. Не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Понимаете, когда приходит слабость в твою жизнь и изнеможение от уныния, которое приходит на всю вселенную. И оно есть уже. И оно пришло. Когда счета приходят за квартиру. Когда приходит еще что-то. Когда приходят какие-то повестки непонятные. Жизнь твоя какая-то непонятная. И у тебя есть уныние. И вы знаете, никто не может мне помочь в этом унынии. Но смотрите, Иисус говорит интересную вещь. Не Иисус Павел говорит, что по мысли о претерпевшем над собой поругание. Есть люди, которые претерпели поругание гораздо больше. Ты даже не проходил через то, что они проходили. А у меня есть куча свидетельств и куча других людей, которые в жизни прошли гораздо тяжелее и прожили гораздо тяжелее, чем я. И что я размышляю? Я говорю, мне не так тяжело. Мне не так плохо еще. Они не унывали, и я не буду. И Иисус не унывал, и я не буду. Послушай внимательно. Уныние это то состояние, которое дьявол хочет внести в твою жизнь. Как знаете, триггер, который меняет твою силу. И силы меньше стало. Улыбнись своему соседу, я не буду унывать теперь. Поэтому Павел говорит, радуйтесь. Радуйтесь пред Господом. Радуйтесь, потому что радость пред Богом подкрепление для вас. Это сила для вас. Радость в Господе, сила моя. Радость. О, радость этого мира, она ослабляет тебя, потому что она еще больше уныния приносит. Почему? Потому что они радуются о том, что приобрели что-то у них, что-то есть такое, хвастовству, обману, лжи, еще чему-то. Они радуются тем вещам, которые меня вообще не радуют. Меня радует, когда люди спасаются. Меня радует, когда люди приходят к Богу. Меня радует, что Слово Божие исполняется. Меня радует, что есть откровение Божие. Которая совершается в жизни нашей. Радость пред Господом. Подкрепление для нас. Чтобы не ослабеть и не изнемочь душам нашим. Когда я ослабеваю, в мою жизнь подкрадывается скорбь, тоска. И называем мы это, у меня нет депрессии. У меня нету проблем. Вы помните, в 18 главе Луки написано с первого стиха там о женщине, которая молилась. Постоянно молилась. О, нет. Она просто приходила к судье и требовала от него защиты и помощи. Если бы она уныла. Если бы... Это притча об унынии. Послушайте. Если бы ты уже крест поставил в молитве о своей ситуации, ты уже не просишь об этом. Но Иисус сказал, что должно молиться и не унывать. И рассказал им притчу о судье неправедном. Поэтому, когда ты даже приходишь к Богу, Боже, ничего не выходит, если будет воля Твоя. Уныние не есть воля Божия. Ты можешь просить у него, требовать у него, упрашивать его, но не унывай. Потому что молитва не должна строиться на уныние. Вы знаете, я слушаю некоторые песни, которые раньше были. О, это было ужасно. Как тяжела христианская жизнь. И я понимаю, что она тяжела. Вы расскажите мне, что в ней ценного. И люди не могут прийти ко Христу, потому что уныние, оно просто исходит из церкви. Да, церковь это самое радостное место. Дом пира. Дом радости. Место, где люди получают, освобождаются. И скажите аминь, если вы получили что-то. Благословение Божие. Я благословен. И я заканчиваю. 18 главу сами прочитаете. Хорошо? Хорошо? И я хочу, чтобы ты тезисно записал себе. Хотел Псалом еще один прочитать, но не знаю. Давайте прочтем. 72 Псалом. Может, кому-то он нужен сейчас, в данный момент. Очень хороший. Как Бог благ к Израилю. О, послушайте. А теперь я прочту 20 стих. Нет, не тот. А, нет, 73. Боже мой, не тот Псалом записал. Нет, этот. Нет, этот. Этот Псалом только не 20 стих. Я извиняюсь. Как благ Бог Израилю. Псалом Асафа. 72. Я едва не пошатнулись ноги моего, едва не поскользнулись стопы моего. Пока уныние. Вот. Уныние Асафа. Я хочу, чтобы... Это Псалом уныние. Я позавидовал безумным. Зависть приводит к тоже к унынию. Вот поэтому надо избавиться от грехов. Зависть, ложь, обман. Это приводит к унынию. Дьявол, он грехом нас завораживает, чтобы ты начал ослабевать. Христиане, послушайте. Вы можете не грешить явно, но косвенно вы находитесь во грехе. Когда начинаете завидовать, смотреть на что-то. Ой, машинка поехала. У меня такой нет. Шуба пошла, да? Сапоги пошли. А там вот это. Оно звучит так, но... И оно уныние такое. Скорь тоска меня съедает. И вы знаете, особенно, когда ты приходишь в то общение еще, которые начинают хвалиться золотыми кольцами, своими благословениями от Бога. И ты чувствуешь себя такой маленьким, одиноким. Не, я не чувствую таким. Я благословен гораздо больше. Знаете почему? Потому что то, что я имею, это сокровище. О, послушайте. У вас могут отобрать. У меня нет. У вас могут своровать. У меня нет. Библия говорит, это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Вот это глина. И смотри, интересно дальше. На работе человеческих нет. С прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость их, как изжирели выкатились. Боже мой. Я читаю это. Ну, давайте дальше прочнем. Я не хочу это читать. И подвергал себя ранами, и всякий день... 14 стих. Обличением всякое утро. Он говорит о своем страдании. Послушайте. Он говорит о том, что он унывает. Уныние есть у каждого. У христиан есть уныние. Но не унывай, скажи. Потому что делая добро, не унывай. Ты пожнешь. Если не ослабеешь. Если будешь в силе. И тут написано дальше. Да, коли я не вошел. Я думал, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. И смотри. Тут написано. Интересно. Десятый стих. Потому туда же обращается народ. И пьют воду, полную чашу. Вот эту горечь. Они пьют полную чашу. Они готовы идти и следовать за ним. Если сейчас о финансах говорят. Все туда ринутся. Если говорят еще о чем-то. Оно не дает тебе успокоения. Оно приводит некоторых в большее уныние. Но они все равно идут за этим. Они пьют. Народ Божий пьет эту воду горечи. Полную чашу. По какой причине? Потому что они не захотели упования на Бога. Ассав искал. Как это уразуметь? Я не понимаю. Как это уразуметь? Я хочу уразуметь, почему это происходит. И почему это со мной. Я понимаю. Я должен быть благословен. Но у меня сейчас проблемы. И я унываю от тех проблем. У каждого из вас такое бывает. Что он делает? Он идет молиться Богу. И тебе я советую тоже сделать. Потому что уныние решается твое в молитве. Не в молитве уныния. А в молитве откровения. Господь. Что ты скажешь? Где ты будешь делать? Куда пошлешь? И интересно он говорит. Доколе не вошел я во святилище Божье. И не уразумел конца всех людей. Которые находятся в таком. Как нечаянно пришли они в разорение. Исчезли. Погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению. Так и ты. Господи. Это вообще плохое место для того, чтобы выпрашивать деньги. Вы знаете это? Почему? Потому что здесь говорится не о благословении. Есть люди, которые хвалятся перед народом Божьим. Вместо того, чтобы благословлять народ Божий. Скажи, я народ Божий. О, послушайте. Ты надеешься на Господа? Ты народ Божий. Мы дети Божьи. Надейтесь на Господа. Надейся на Господа. И дальше. Пробудив, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое. И терзалась внутренность моя. Тогда я был невежда. И не разумел, как скот был я пред Тобой. Но я всегда с Тобой. Ты держишь меня. За правую руку. Когда депрессия у него ушла. Когда у него скорбь ушла. Держи меня, Господи. Главное, что не отпускай. Все остальное приложится. Поэтому Иисус говорил. Ищите прежде. Царство Божьего. И правды Его. А все остальное приложится. Ты руководишь меня советом Твоим. И потом примешь меня в славу. Павел говорил то же самое. И готовится мне венец славы. Ты примешь меня во славу. Есть вознаграждение. За то, что я прохожу через определенные обстоятельства в моей жизни. Для того, чтобы Твое имя потом прославилось. И дальше написано. Кто мне на небе и с Тобой ничего не хочу? Почему Он так говорит? Да потому что с Ним намного лучше. Я хочу еще раз сказать. Потому что с Богом. Это ни с чем не сравнить. Ни с женщиной, ни с мужчиной. Ни с тем, что ты имеешь или не имеешь. О чем мечтаешь или не мечтаешь. С Богом гораздо лучше. И я вам хочу сказать. И Иисус пришел об этом благовествовать. Скажи, с Богом лучше. С Ним намного лучше. С Тобой я ничего не хочу. Боже. И знаете, некоторые боятся сказать. Господи, Ты можешь все отнять. Ты можешь. Знаешь почему? Потому что твое упование не на то, что ты должен иметь. А на то, что ты видишь вокруг себя. На то благословение, которое... Ты можешь все отнять. Ты можешь все мне дать. Но я всегда Тебя буду благословлять. Я всегда буду славить Твое имя. Потому что я... Я понимаю, что ты держишь меня за правую руку. Ты держишь меня за правую... Ты держишь... Ты вообще меня держишь. Мне нравится это. Ты руководишь меня советом Твоим. О, это гораздо... Вы знаете, за советы люди столько денег платят. Приходят к доктору. Это вам за совет. Да, что нет? Правда? Послушайте внимательно. Если вы к автослесарю приходите, и вы же платите ему за совет. К адвокату вы приходите за советом, вы платите ему за совет. Но у нас менталитет, медицина же бесплатная. И к доктору мы приходим за советом. За все надо... Когда я к Богу прихожу, его совет бесценен. Он оплачен. И он уже руководит мной. Там медицина бесплатная. Там все мои вопросы решены. Там благодать Божья. И я вам хочу сказать, мы должны прийти в это состояние. Никогда на этой земле не будет такого. Но если ты живешь на небесах, во Христе Иисусе, посажен, ты можешь иметь сегодня это. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу. С тобой мне все равно, что есть на этой земле. О, мне не все равно. Значит, что-то тебя приводит еще к унынию. Где-то ты проходишь через трудности. Тебе нужен Иисус. Личность. Бог. Который может руководить тебя советом. Который может изменить твою жизнь. Тебе нужен Иисус, Который может провести тебя через все трудности. Спасти тебя от твоего уныния, в которое ты вошел сам, может быть. И тебе нужен Иисус, Который любит тебя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякие верующие в Него. Вера это противоположность уныния. Тебе не надо уже унывать. У тебя есть надежда. У тебя есть тот, который может позаботиться о тебе. и это не человек. О, он был человеком, но он Господь. Он Бог над всеми. Он позаботится о тебе. И если ты просто отдашься в Его руку, просто скажешь Ему, Господь, прими меня, я хочу находиться в Твоем Царстве, прими меня в свое Царство, Он примет тебя. Мы сегодня имеем возможность прийти во имя Иисуса Христа. Если ты желаешь, я скажу тем, которые уже давно верующие, вам надо тоже покаять. Знаете почему? потому что вы жили в умении и проповедовали это умение? О, да. Я так... Может быть, это так звучит? Знаете почему? потому что уныние, оно может как благословение этого мира быть и уныние, которое... И вы знаете, мне не радостно. я хочу радостно. Я хочу настоящую радость. Радость, которая приходит от меня. Я не знаю, но я был в таких церквях, я находился в таком месте, где нерадостно там находился, но нехорошо там, там религия, пропах он. Потому что контроль. Все под контролем. Все под колпаком. А тебе нужен Иисус. Просто нужен Иисус. Тебе надо выйти с собой и со мной из религии. Покаяться перед Богом. Проповедовать благую весть. Вы знаете, для меня откровение будет. Нищие не попрошайничают, а нищие благовестуют. Вы понимаете разницу? Некоторые такие благовестники благовестуют так. Да мне не надо. Послушай, у меня есть. У меня есть. Я могу тебя обогатить. Послушай внимательно. когда ты имеешь и ты богат и обогащаешь всех вокруг. Благовест не хочу я в такую церковь благословения. Благовест богаты. Мы не нуждаемся. Мы не те, которые в нужде. Если ты хочешь участвовать в этом благовестовании, если ты хочешь участвовать в этой силе, двигайся. но я знаю, что ты благословил. Я не видел, чтобы Иисус поповедовал от нас благословения. Он говорил о деньгах. Но он не говорил о деньгах. Поэтому не без мотива. Понимаете, да? Он говорил о том, что мы должны отдать всю свою жизнь ему, чтобы не надеяться на этот мир. И когда ты будешь свободой, ты будешь более странным. Мне голосом на без свободы. И что нужно сделать? Да, давно верующим, да? Да знаете, сколько я рассказывал? Какой ты меня что-то плачил в Господь его пласте. здесь я надеялся на человеку больше не понимают. У вас что, не бывало такое? Вы унывали за это? Кто-то сейчас надеялся? Я вам хочу сказать, что об умении я явил Бога. Я знаю, что умение, которое идет на всю вселенную, оно пройдет и не церковь Божьей, которая сохранит слово не не испугать ради чего я признаю. Поэтому я говорю, вам лучше ничего не будет в Вы понимаете, до чего я не думаю? 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 Я не буду вас вызывать, просто поднимите руку, вам надо засвидетельствовать, что вы нуждаетесь. Вы уже каетесь. Вы уже каетесь. Сделайте что-то. Склоните свою голову перед Богом. Не передо мной, просто перед Богом. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Просто закрой глаза. Если тебе не надо, если ты веришь в Бога и ты уверен. Просто молись за соседа, кто поднял руку. Но если ты нуждаешься, повторяй со мной вместе молитву. Господь Иисус, я верю, что ты умер за меня на кресте. И воскрес третий день. И ты принимаешь меня в свою славу, в свою силу. Я прошу тебя, удали от меня всякую депрессию. Всякое зло, всякое уныние. Господь, я буду делать добро. Я буду следовать твоему слову. Я буду исполнять то, что ты мне обещал и сказал. Я верю тебе, Иисус. Я благодарю тебя за то, что ты умер за меня. И дал мне эту победу. Сегодня, сейчас, я провозглашаю эту победу в моей жизни. Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса. От Иисуса Христа. И я прошу тебя, благослови меня. Наполни меня обилием своей радости. Господь, держи меня за правую руку. Храни меня и благослови. Я нуждаюсь в тебе. А я благодарю тебя, великий Бог. Отец, сын и дух садов. И все сказали, аминь. Скажи своему соседу, я верю. Господь держит меня за правую руку. Он оберегает меня. Послушай внимательно. Он советник Бога. Вы знаете имя Духа Святого? Советник. 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 Субтитры создавал DimaTorzok